МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Тюменской области, включая автономные округа, день траура. Приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия в связи со страшной аварией под Ханты-Мансийском, которая унесла жизни 11 детей и одного взрослого. Еще 22 человека находятся в больнице. Вы смотрите ТСН-Итоги. Меня зовут Роман Явныч. Здравствуйте. В начале главной темы выпуска. Чужих детей не бывает. Большая Тюменская область скорбит по жертвам аварии в Югре. От героев былых времен. О памятных датах и их роли в воспитании поговорим с гостем программы. Красота требует средств. Как бесплатная процедура может превратиться в кредит? Прогулка опасная для жизни. Кто объявил войну собакам и собачникам? Итак, главный вопрос сегодняшнего дня. Почему автобус с детьми шел по трассе без сопровождения ГИБДД? По мнению многих, это помогло бы избежать трагедии. Увы. Пока суд додела, Югра, Ямал и Тюменская область скорбят по погибшему накануне детям и взрослому в страшном ДТП под Ханты-Мансийском. Подробности и версии аварии в материале моих коллег. Два дня соревнований и долгожданная дорога домой. Команда по спортивной акробатике возвращалась из Ханты-Мансийска в родной Нефтьюганск. Перед выездом тренеры попросили всех детей пристегнуться, но к тому, что произошло через 20 минут, никто не был готов. Водитель автобуса зацепил зеркалом грузовой автомобиль, соответственно, его развернуло и вывело на столичную полосу. Соответственно, грузовой автомобиль, следовавший за ними, на полный ход врезался в автобус. Практически автобус разорвал на две части. Жуткая дорожная авария унесла жизни 12 человек, 10 из которых – дети. Правоохранительные органы уже сделали первые выводы. Задержаны водители автобуса и грузовика, а также организатор перевозки команды. Ответить на вопрос, почему детей везли в непогоду без сопровождения, должны в спортшколе. Такого уведомления в органы внутренних дел не поступало. Соответственно, госавтоинспекция не проверила, не осуществила контроль за транспортным средством, не осуществила контроль за водителем. Органы внутренних дел не знали о том, что данный рейс будет выполнен. Трасса Ханты-Мансийск-Тюмень едва ли не каждый день фигурирует в сводке новостей о дорожных авариях. Только в этом году на ней произошло около 10 ДТП с участием автобусов, большая часть из-за выезда навстречку. В Егорских храмах сегодня прошла траурная панихида по погибшим. Сотни жителей Нефтьюганска почтили их память минутой молчания. К местному дворцу спорта Сибиря, где занимались дети, люди продолжают нести цветы, игрушки и свечи. Нет, нет, не было знакомых, друзей. Просто это так близко, ведь, ну как сказать, это наши дети, это наше будущее. У меня ребенок ездил три года такими же маршрутами. Всегда было сопровождение ГАИ. Я не понимаю, как такое может быть вообще у нас в Югре. Еще 24 человека пострадали в аварии. 19 из них остаются в больнице. 11 детей, один взрослый в реанимации. За ними наблюдают лучшие врачи страны, прилетевшие специальным рейсом. Абсолютно правильная тактика ведения всех детей. Пять прошло уже больших операций при комбинированной травме. Сейчас идет реанимационный период. Трое детей дышат уже самостоятельно и находятся под медикаментозной седацией, обезболиванием. Остальные дети еще пока очень тяжелые. По всей стране тем временем звучат призывы ужесточить контроль за перевозками детей и самих правила. Для осознания этого потребовалось 12 жизней. Марина Лютова, Никита Филиппов. Тюменское время. Если говорить о реакции на произошедшее, действительно главы ряда российских регионов после трагедии в Югре выступили с инициативой ужесточить правила и контроль за перевозкой детей, не дожидаясь решений на федеральном уровне. Дело в том, что по действующему постановлению ГИБДД сопровождает детей, если в колонне больше трех автобусов. Впрочем, уведомлять инспекцию организаторы поездок должны в обязательном порядке, даже если автобус один. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сегодня утром в срочной телеграмме потребовал от глав городских и районных администраций неукоснительного соблюдения правил под личную ответственность. Более того, в нашем регионе автобусы с детьми, особенно в дальних поездках, ГИБДД будет сопровождать вне зависимости от количества транспорта в колонне. Еще одно требование – ограничить перевозки в темное время суток. А если погодные условия неудовлетворительны – отменять мероприятие и отказываться от поездок. Сообщения о внеплановых проверках перевозчиков приходят сегодня из многих регионов. Российский детский омбудсмен потребовала запретить перевозить детей рейсовыми автобусами. Премьер Дмитрий Медведев поручил проанализировать законодательство в этой сфере. Вот уж точно, пока гром не грянет. И, к сожалению, это не единственная трагедия, которая произошла в выходные. В деревне Лыково Упоровского района жертвами пожара в частном доме стали 4 человека – супруги и их трехлетние близнецы. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Подробности нам по телефону сообщил начальник управления организации пожаротушения регионального управления МЧС Константин Скворец. Площадь пожара 9 квадратных метров. Пожар за пределы дома не вышел. То есть был пожар в комнате детской. Первые стволы тушения именно подали в окно этой комнаты. Первое подразделение прибывшее, отдельный пост, он без газодомощительной службы. Поэтому уже когда Упоровская часть приехала, то есть включили звено и далее уже в ходе тушения обнаружили погибших. По версии следствия, пожар произошел в результате замыкания электропроводки. Возбуждено уголовное дело. К другим темам. Завтра в Тюмени обещают открыть еще один съезд на развязке по улице Монтажников. А вернее заезд с улицы 30 лет Победы со стороны Пермякова можно будет уехать в сторону Республики. Наверняка это отразится на дорожной обстановке и на объездной дороге. Сегодня она была там довольно непростой. Из-за строительства новой двухуровневой развязки введено ограничение движения, от перекрестка Пермякова-Федюнинского в сторону Мельникайте. В итоге утро понедельника жители Ожогиной и прилегающих районов провели в пробке. Впрочем, многие водители к вынужденной потере времени отнеслись с пониманием. На самом деле ситуация не очень хорошая, потому что детей вожу в садики в школу и очень затрудненное движение, особенно утром и вечером. Приходится стоять полчаса в пробках и, конечно, это не радует. Хотелось бы, чтобы скорее работы провелись и уже мы могли комфортно передвигаться. Вместо трех полос для транспорта сейчас открыто только две. До 10 декабря дорожники планируют разобрать островок безопасности и демонтировать ограждения. После схема движения вновь изменится. Стопроцентная изменница жизнью воровки, которая подозревается в серии краж в больницах областного центра. Гастролерша из Челябинска высматривала жертву в коридоре и, когда та оставляла без присмотра верхнюю одежду или сумку, обворовывала пациентку. Привлекали 53-летнюю гостью областного центра кошельки, телефоны и банковские карты тюменцев. В полицию поступило три аналогичных заявления. Наверняка это не предел. Известно, что воровка гастролировала также по другим городам Урала, а ранее была судима за имущественные преступления. Теперь криминальные гастроли женщине придется прервать лет так на пять. Если в этом случае вроде бы все ясно, есть воровка, есть ее жертвы, то в следующей истории не все так прозрачно. Салоны красоты приглашают людей на бесплатные процедуры, а клиенты в итоге уходят с кредитными договорами на крупные суммы и расторгнуть их уже не получается. Таких случаев ни один и ни два. Вот цитата с интернет-форумом. Развели на 54 тысячи рублей. Смешали все в кучу. Будто медицинскую диагностику и великую заботу о моем здоровье не отходили ни на шаг от меня. Давили и давили. Психологически я развесила уши, пустила слезу и подписала кредит. Конец цитаты. При этом в клинике, разумеется, не согласны с такими версиями. Вся надежда на очную ставку. Слово Анне Княжевой. Вы что, Василий Дмитриевич, нагло-то говорите. Сначала провели со мной шаман весь, все эти процедуры, а потом уже мне в конце подписали договор. Разговор на повышенных тонах, как последний аргумент. Пенсионерка Вера Кирпичева пришла в салон на бесплатную процедуру, а ушла с долгом в 107 тысяч рублей. Как это получилось, она сама не поняла. Договор кредитный, вот сейчас можем посмотреть, на примере Веры Михайловны, состоит не из одного листа и не из двух листов. А вот листок, вот два листок. Он из многих листов состоит. Поэтому нельзя незаметно подписать кредитный договор. Меня закурили, знаете, Василий Дмитриевич. И дали почитать даже. Так, зачем вы подписываете? Пенсионерка вернулась, чтобы расторгнуть договор, но выяснилось прежде ей нужно заплатить за уже оказанные услуги. Те, которые вроде были бесплатные. Директор салона уверяет, клиентка была в курсе. Та утверждает обратное. Уже написаны заявления в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Но расторгнуть договор на оказание услуг в салоне согласились лишь при вмешательстве нашей съемочной группы. Такие истории не единичны. В полиции уже приняли несколько заявлений с жалобой на салоны. Напишите в органы Роспотребнадзора. Возможно, здесь обман где-то потребителей. Возможно, несообщение информации о свойствах и качествах оказываемой услуги. То есть, введение в заблуждение потребителя – это административная ответственность. Возможно, следует написать и в органы правоохранительные, в полицию. В любом случае, потребитель вправе отказаться от сделки, даже если для этого придется пойти в суд. Анна Княжева, Александр Вележанин, Тюменское время. Вот уж точно, не зря нам постоянно говорят – внимательно читайте то, что вынуждены подписывать. Иначе можно попасть, например, в такую ситуацию. Тем временем в студии уже находится моя коллега Анна Чеханадская. Аня, добрый вечер. Добрый вечер, Рома. Рада тебя видеть. Взаимно. Ну, этот понедельник. Скажи мне, ты внимательно читаешь, ты же подписываешь? Стараюсь внимательно. Но ведь никто от этого не застрахован. Особенно люди пожилого возраста. Это точно. Эта новость сегодня, кстати, в интернет-смене появилась. Практически эксклюзив от Анны Княжевой. Вот что все-таки появилось, какие новости обсуждались, расскажу прямо сейчас. Пожалуйста. На площади 400-летия Цюмени началось благоустройство, пишет 70 двору. Территория, где раньше была большая парковка, теперь огорожена. Площадь заняла техника и стройматериалы. Напомним, в конце 2017 года здесь должны появиться фонтан, кафе и большая зона отдыха с велосипедными дорожками. Кроме того, подрядчик обязуется обустроить подземную парковку на 292 машины. Воплощать проект будет компания «Мостострой-11». Кстати, теплые вагончики на территории дают понять, что строители будут трудиться всю зиму. Тюменцы, получившие травмы на производстве, обзаведутся специальными автомобилями. Новость публикует «Ньюспром.ру». Адаптированные машины владельцам, их всего 5 человек, выдадут уже послезавтра, 7 декабря. На покупку авто «Лада Гранта» с автоматической коробкой передачи ручным управлением фонд соцстрахования потратил около 2,5 миллионов рублей. Всего до конца года такие машины получат 14 инвалидов. Срок эксплуатации автомобилей составляет 7 лет, затем они подлежат замене. Соцстрах также компенсирует владельцам расходы на ремонт и топливо. Все машины переоборудованы индивидуально под получатели с учетом их травм. Это дает возможность легко управлять транспортом. По темене пройдет бессмертный батальон, сообщает «Комсомольская правда». Акция приурочена ко Дню Героев Отечества в России, который отмечают 9 декабря. Но в областном центре шествие состоится 11 числа этого воскресенья. В этот день пройдет встреча родителей вдов военнослужащих, погибших в локальных конфликтах. Участники акции возложат цветы к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Но во дворце культуры «Нефтяник» пройдет праздничный концерт с участием победителя шоу «Голос» и романаха «Фотия». Этот день, Рома, отсылает нас к исторической эпохе Екатерины II. Как раз во время ее правления был утвержден орден Святого Георгия. Им награждались воины, проявившие на войне доблесть. Надо сказать, что это не единственная памятная дата в эти дни, что называется. Об этом мы поговорим с гостем программы в ближайшее время. Спасибо, Аня. Спасибо, Рома. А мы продолжаем. В эту субботу в нашей стране в третий раз отметили День неизвестного солдата. Причем появился этот день по инициативе поисковиков. Тех, кто спустя десятилетия после победного салюта продолжает искать останки павших на полях сражений. Только тюменцы захоронили около 9 тысяч советских солдат и офицеров. И около 400 человек, благодаря нашим ребятам, перестали быть неизвестными солдатами. Гость программы, руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский. Артур Ильич, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Знаете, на какую тему хотел с вами поговорить? В последнее время, мне кажется, очень много праздников развелось, в том числе и памятных дат. Вот смотрите, 3 декабря день неизвестного солдата. Сегодня день воинской славы России. 9 числа день Героев Отечества. Это не перебор, на ваш взгляд? Ну, здесь надо, как бы, знаете, здесь надо немножко разделять там, вот как раз памятные даты. Праздник и дату памятных. Да, памятные даты и праздники, и траурные даты. Вот на сегодня день неизвестного солдата, это в первую очередь траурная дата. То есть, ну, если взять сравнение, да, смотрите, как мы праздновали 9 мая. Шикарный праздник, День Победы, но как мы говорили о 22 июне. То есть, гораздо меньше всего было, да, хотя, наверное, в этот день надо еще больше говорить, да, какая трагедия была, какие потери наша страна понесла. И вот 3 декабря, это как раз та дата, когда мы, по крайней мере, поисковики, мы в первую очередь говорили о том, что была жуткая война, да. Люди погибали, и самое страшное, пропадали без вести. Ну, и дату-то фактически установили по просьбе по активистам, поисковиков, да. По инициативе. Вы знаете, вот тоже тут в последнее время, ну, интернет сейчас площадка для дискуссий, да, именно в интернете развернулась серьезная дискуссия, связанная с фильмом... 28 подфиловцев, да. Я фильм еще не смотрю, обязательно посмотрю, схожу. Обязательно советую, посмотрите. Вот, смотрите, меня даже интересует больше всего история вот эта же, там дискуссия на почве еще, что этого подвига не было как такового, да, одни говорят историки, другие говорят, ребята, это неважно, был ли фактически этот подвиг, была война, были миллионы павших. Вы какую точку зрения разделяете? Я разделяю точку зрения, что вот в этой... Вообще вот не надо копать там, где не надо копать, потому что здесь в чем сомнение, да. В том, что воевали, в том, что... То, что умирали. В том, что остановили немцев под Москвой, в том, что остановили огромным количеством жизней. Поэтому, когда начинаем, да, там, вот там, журналист ошибся, не ошибся. Ну, да, это легенда, так у нас вся история легенда, если так вот разобраться, да, нас там Илья Муромец, так это тоже легенда. Ну, давайте вот в этом начнем тогда, давайте сейчас еще здесь начнем разбираться. Вся эта ваша деятельность поисковая, да, которую вы занимаетесь, я понимаю, что, как бы, это отчасти вы и для себя делаете, отчасти это и долг перед павшими, отчасти это и для тех, кто будет жить после нас, для подрастающего поколения. Сейчас очень, там, большие споры ведутся, как преподавать историю, надо ли ее переписывать, опять же. Ваша точка зрения, дети на чем должны изучать историю? Сейчас министр образования поднял вопрос об увеличении часов, посвященных Великой Отечественной войне. Наконец-то. Вот, и дай бог все-таки это примут, и здесь, ну, для меня, конечно, да, как для поисковика, наверное, все-таки больше через руки должно поколение, должна молодежь пропустить, потому что я вижу своих ребят, которые выезжают в экспедиции не один раз, да, и они совершенно уже по-другому смотрят и на историю, и на Великую Отечественную войну, и на память, и по-честному приходят 9 мая с цветами к памятнику, зная, что такое война не по книжкам, а пропуская через руки кубометры земли и ногами исхаживая десятки километров поиска безвести пропавших солдат. Вот данные этого года, по 16-му году, проведено 700 экспедиций по России, и подняты останки порядка 16 тысяч за год. А на 2017 планируется проведение, ну, 1200 экспедиций. По боевым областям практически в каждом регионе будет проходить такая экспедиция. Дай Бог вам удачи. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютьюбе и в группах «Тюменское время», в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Вернемся в студию после блока новостей из районов области. На решение жилищного вопроса молодых сельских специалистов в следующем году планируется потратить более 200 миллионов рублей. Одно из главных условий, чтобы агрономы или зоотехники остались работать в региональном агропроме. В прошлом году программой воспользовались 228 семей. Студент Елутровского агротехнологического колледжа выступит на региональном чемпионате молодые профессионалы WorldSkills 2017 по специальности «Строитель». Состязание пройдет в феврале в Тюмени. Влада Шадрина заметили на отборочном туре в Великом Новгороде. Зимний чемпионат по конному спорту прошел в клубе «Олимпия» поселка Боровский. Участниками состязания стали более 100 пар. Все чаще наездниками выступают девушки. В итоге обладательницей кубка стала Дарья Коморник. Еще 66 участников получили медали и дипломы. Елутерский мясокомбинат зашел со своей продукцией «Столицу». Открыл два магазина в Москве по продаже корма для собак. Главный компонент – мясо и никаких субпродуктов. В сутки в этом цехе могут выпускать более тысячи килограммов еды для четвероногих. Однако далеко не все люди расположены к братьям нашим меньшим. В случае жестокого обращения с животными периодически взрывают интернет, возмущают общественное мнение, но кардинально ситуация не меняется. Ответственность за живодерство довольно мягкая. Максимум штраф и условный срок, и то, если вина будет доказана. Сейчас в Тюмени выясняют причастных к массовому отравлению собак в микрорайоне Тура. Кому они могли помешать на специализированной площадке, выясняла Лариса Соловьева. Потерпи. Чуть-чуть поставь. Витаминки, витаминки. Все, витаминки. К уколам мать и начинает привыкать. Ему их ставят вторую неделю. Заболел после вечерней прогулки. Сначала отказался от еды, потом началась сильная рвота. Диагноз – отравление. Я уточнила даже не у трех ветеринаров. Я спросила у многих сильно по анализам. То есть подправляла. Они говорят в один голос, что это очень сильное токсикологическое отравление. Собака ходит всегда на поводке и в наморднике. Отпускают побегать животное только здесь. Это единственная специализированная площадка для выгула на лесобазе. И на ней в одно и то же время отравилось шесть собак. Нора первый день чувствует себя хорошо. Еще недавно она не могла даже стоять. Владельцы подозревают, что это была спланированная акция. И подтверждение догадкам нашли в соцсетях. Женщина пишет, что ваши питомцы будут гадить дома. Что я отравлю вас не только домашних, но и уличных собак. То есть она собиралась травить их везде, как мы поняли. Вот только некоторые высказывания воинствующих жительниц лесобазы о том, что человек, царь земли, может истреблять кого захочет. О том, что колбаса докторская уже превращается в любительскую. И о том, что скоро на улицах станет чисто. Все собаки будут в страхе сидеть по домам. Только сюда, на Харьковскую, за последний месяц обратилось с одинаковыми симптомами 15 собак. Всего же в городе более десятка крупных ветеринарных клиник. Общая статистика по отравлениям не ведется. Поэтому о масштабах происходящего можно только догадываться. Все эти отравления объединяет одно токсичное вещество. Врачам оно хорошо знакомо. И просто так на земле оказаться не могло. Это вещество, которое специально раскидывают для именно травки животных. Продаются в свободном доступе в медицинской аптеке. Эффект наступает буквально в течение 30-40 минут. Между тем, в одной из зоозащитных групп города появилось объявление о пострадавшей теперь уже бродячей собаке. На лечение собирают деньги. Отравление попадает под статью уголовного кодекса. Жестокое обращение с животными. И владельцы пострадавших питомцев уже пишут коллективное заявление в полицию. Лариса Соловьева, Роман Чинахов, Антон Пригорницкий. Тюменское время. И в завершение не оскудела талантами земля сибирская. Аспирант Тюменского госуниверситета Александр Горбачев завоевал бронзу чемпионата Евроскиллс 2016 в шведском Гетеборге. Он выступил в номинации специалисты по информационно-компьютерным технологиям, уступив соперникам из Франции и Бельгии. Также Александр работает инженером, учится в магистратуре университета штата Нью-Йорк. Бронза тюменского программиста позволила занять сборной России первое место в общекомандном зачете чемпионата. Еще два года назад она числилась лишь на одиннадцатом. И на сегодня у нас все. Спокойной ночи. До свидания.